«Обеспечить соблюдение конституционных прав законов Российской Федерации, интересов и имущественных прав несовершеннолетних детей, собственников жилых домов, прав многодетной семьи, для которых это жилье является единственным», говорится в обращении семьи Пятибратовых. «У них трое несовершеннолетних детей. В наследство им досталась часть дома в центре Анапы с очень плотной застройкой и, как следствие, нарушенными пожарными отступами». Это делается с согласия соседей. Пятибратовые утверждают, что оно есть и было дано еще в 2005 году. Тем не менее, соседи подали иск о сносе в Анапский городской суд. Дело рассматривали более полугода. Экспертиза подтвердила соответствие жилого дома правоустанавливающим документам и отсутствие угрозы кому бы то ни было. В иске было отказано. Прошли майские праздники, и вдруг Краевой суд отменяет решение Анапского суда и выносит решение жилой дом многодетной семьи снести. «К слову сказать, заседание в Краснодаре длилось всего 10 минут. Мы, ответчики, не были уведомлены должным образом о проведении апелляционного слушания, соответственно, не присутствовали на нем и были лишены своего законного права защищать свои интересы и интересы детей. Оказалось, что повестки из Краснодарского суда были отправлены по ложным адресам». О том, что в Краевом суде вынесли новое решение, Пятибратовы узнали случайно. Оказалось, письма направили на другой адрес. Это доказывают выписки, взятые по почте, официальные документы. В Краснодаре без ответчиков сторона Тарасян заявила, что на соседнем участке не дом, а гостиница. Опираясь на решение апелляционного суда, Тарасян подали новый иск в Анапский суд. Они требуют запретить семьям с детьми проживать в доме, отключить коммуникации. Общественники направили уполномоченному по правам ребенка при президенте России письмо с рассказами о ситуации, в которой оказалась анапская семья. «Она сейчас изучает эти документы, отдала уже в дело их, она тоже в курсе. И надеемся, что она тоже подключится к рассмотрению этого случая вопиющего. Остаться в зиму без жилья, без крови над головой по воле суда – просто это вопиющее безобразие». Пятибратовы обратились к президенту России, председателю Верховного суда, председателю Краснодарского краевого суда с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.